И как же они жили, эти евреи? Ну, с одной стороны, конечно, народный семитизм никуда не делся, вот, и отношения были не слишком любезны, но, в всяком случае, ничего такого напоминающего Третьего века все-таки не было, и евреи вполне могли развивать свою культуру, что делали в впечатляющих масштабах, особенно в Польше, вот, где существовали целые еврейские высшие учебные заведения, вот, значит, ну, вот все это, так сказать, было бы неплохо, но тут как раз подвела именно та вещь, которую евреи искренне считали для себя спасительной, а именно демократия, потому что в Польше к власти пришли очень антиеврейские настроенные партии, прежде всего партия национал-демократии. или эндеков. Вот. Но надо сказать, что демократия продержалась не очень долго. Самой первой страной, которая в межвоенный период отказалась от демократии, странным образом, была очень либеральная страна, и сейчас, наверное, самая демократическая страна в Европе, как они сами считают, даже слишком, это и так. Вот. В 1924 году там пришел к власти фашистский режим. Он называется «Дуччи, бедита, мусорь». Вот. Но далеко не всегда авторитарный режим – это, значит, синоним преследования евреев. Дуччи писал всякое на своем веку, он был очень плодовитый журналист. У него есть очень враждебные высказывания евреев в период гражданской войны, когда он поддерживал, так сказать, очень энергично поддерживал белых. Вот. Но, в общем, в период, так сказать, прихода к власти, накануне прихода к власти, Муссолини абсолютно не волновался по поводу евреев. Он принимал евреев в фашистскую партию. Вот. Были видные члены, были жертвы фашистской революции, которые пали в стычках с коммунистами. И даже сам залп в Милане, на котором произошло учредительное собрание первого фарша, был снят на средства евреев-фашиста состоятельного господина, некого Чазаря Гольдмана. То, что, конечно, в Германии не предстоит. Хотя, в виде исключения, каким-то евреям удавалось проникать на ценно-социалистическую партию, но это только до первой какой-то чистки партийных рядов, потому что они тут же, естественно, вылетали в власть. Вот. Так что итальянские события не сделали большого вклада в развитие семитизма. Авторитальные перевороты произошли также в двух странах, с очень значительным, как только что мы установили еврейские у населения, в Польше и Литве, в странах, ненавидевших друг друга страшной ненавистью и даже находившихся в состоянии войны. Ну, общаясь только теоретически. Вот. Так вот, у них тоже произошли авторитарные перевороты. В Польше пришел к власти военный и безызвестный маршал Пилсуцкий, или дедушка, как его называли поклонники, Джадек. Вот. А в Литве, тоже, там, сказал, что это более редкая ситуация для авторитарного режима, пошел к власти профессор классической литературы, вот, значит, Антон Сметонов. Повторяю, они были заклятыми врагами. Но в их отношениях евреев было много общего. И оба они были достаточно терпимы. И Пилсуцкий, и Сметонов. Так что, в данном случае, отказ от демократии, ну, в случае с Литвой, наверное, нет, хотя и там к власти пришли католики, которые евреев не жаловали. Но в Польше того же точно переворот Пилсуцкого был для явлений, так сказать, таким лучом света в темном царстве. Вот. И все, может быть, было бы и нормально. Вот. Может быть, развивались бы экономики этих стран как-то худо-бедно, хотя, в общем, перспектив таких оптимистических было не так уж много, но все-таки они были. Если бы в Америке не начался мировой экономический кризис. Это событие 29-го года, которое, казалось бы, и, так сказать, относится к Америке, и затрагивается к ферме экономики, но настолько был сильный удар по всей мировой экономике, ну, за пределами, конечно, я сказал, я уже когда-то уходил Сесак. Вот. Настолько был сильный удар, что и демократические режимы все посыпались. И в авторитарных режимах усилились антиеврейские тенденции. Ну, правда, вот, Польша и Литве там, но несколько иначе. Потому что Литвек пока оставался у власти Сметона, то ему ничего не угрожало. А он не только дожил до советизации, но даже несколько лет прожил после нее в Америке. Вот. И погиб при загадочных обстоятельствах во время лесопожарных. Причем, советские официальные, так сказать, историки, стремившиеся дискредитировать бывшего летарского диктатора, они говорили, что он погиб, потому что он очень хотел спасти дорогую шуму, которая могла сгореть, и он провозился с этой самой шумой, и из-за этого сгорел и сам. Ну, это довольно тенденциозная информация, и так я не могу сказать, что это верно. Во всяком случае, так никакого пересмотра позиции не было. А в Польше было по той простой и физиологической причине, что Пелцовский в 1935 году умер. Его преемники, хотя они клянись верности, они стали проводить несколько инновационных позиций в отношении евреев. Но сейчас мы не имеем времени, так сказать, рассматривать, как развали события в каждой стране в отдельности. Но, тем не менее, вы можете, так сказать, верить мне на слово, что в начале 1930-х годов произошел некий исторический поворот, захвативший в какой-то степени и восточную, и центральную, и западную Европу. Если для центральной Европы, конечно, самым важным моментом был приход к власти Гитлера в январе 1933 года. После чего сразу началась политика ограничения прав евреев, пока еще проводившиеся, ну, без массового насилия. Хотя по кругу уже были в самом начале правления. Одно дело по кругу, а другое дело то, что они стали делать, начиная, значит, с 1942 года фактически. Об этом все-таки мы поговорим на следующем занятии, а пока еще немножко посмотрим на остальную Европу. Я говорю, что все довольно плохо обстоит в Восточной Европе, где одно демократическое правительство падает на другим. Это относится, например, к странам Балтии. Если Литва стала авторитарной, я бы сказал, еще в 1926 году, благодаря перевороту Смитовы, то в 1934 году авторитарные режимы возникают в Латвии, Эстонии. Вот, авторитарные становятся и на славе в 1929 году. В общем, рубеж 20-30 лет – это такой период, когда за очень тяжелыми экономическими процессами следует еще более неприятный политический. Ну, как вы видели, авторитаризм далеко не всегда означает эссимитизм. Эссимитизм, например, практически не было в Югославии. Король Александр, ставший диктатором, поддерживал хорошие личные отношения с главным родином в Югославии и так далее. Вот. В Эстонии и Латвии стало похуже, конечно. Вот. Были запрещены различные еврейские организации, как, впрочем, и латышские организации. Эти режимы старались проводить, строить однопартиевые режимы. Вот. Ну, они, конечно, были очень националистические, проводили политику академического национализма. Так что, несмотря на то, что официально эссимитской фразеологии не было, конечно, получить лицензию на открытие фабрики было легче чистокровному латышу на евре. Вот. Так что какая-то политика ограничений все-таки проводилась, но, разумеется, бледнеющая на фоне нацистской герои. Ну, а как же такие традиционные демократии, как Великобритания и Франция? Вот представьте себе, что там тоже это все сказалось в силу и на причину. Когда в одной стране развивается, так сказать, бурный антисемитизм, то евреи, которые ее покидают и переселяются в другие страны, часто приносят с собой целый антисемитизм. Вот. Немецкие и евреи как-то вот оказались очень непопулярны во Франции. Все время демонстрировали преимущество немецкой культуры в сфере кино. Говорили, что никакая французская киностудия не сравнится со студией Уфа, которая потом, после войны, переросла в известную ГДРскую студию Дефа. В свое время наслаждались некоторыми промоктами. Не слишком это все называло Восток. Вот. Но более важно было то, что с собой Франции начались серьезные социальные бои на фоне мирового кризиса. Он, в принципе, писал позже, чем в другие страны. Все-таки пришел. И вот, когда во главе французского правительства, опиравшегося даже и на поддержку коммунистов, стал социалист и еврей Леон Блюм, вот, это, конечно, дало какие-то аргументы о десемитской печати. Очень в тот период активный. В парламенте даже происхождение господина Блюма стало предметом жесточей дискуссии. Вот. Ну и свои, конечно, были проблемы и в Великобритании. Одно из них было то, что Великобритания внесла на себе время палестинского мандата, а второй половине 35-х годов это действительно уже стало по ним. Вот. Потому что арабы понимают, что они теряют Палестину. и в 36-м году подняли восстание. И англичане вынуждены были отстаивать, значит, права евреев Палестине, как они понимали уже накануне войны. А расчет у них был такой простой, что начнется война, и евреи, значит, поддержат аргулю. Потому что кого же еще они поддержат? Не Гитлера. А арабы, как раз, очень даже могут поддержать Гитлера. Поэтому нужно меньше внимания обращать на евреев и больше ухаживать за арабами. Вот. И эта точка зрения постепенно привела и к некоторому напряжению между еврейским населением Бангалии и Берданским правительством. Кроме того... Сейчас мы уже подходим к концу 30-х годов. Кроме того, эти страны по понятным причинам, они, особенно Франция, потеряли массу народов, как говорили, первый герой родины. Очень боялись нового. Вот. И как раз вся эта политика умиротворения, она, конечно, оказалась весьма неудачной. И кого они не умиротворили полезны. Но психологически она вполне понятна. А евреи эти позиции не разделяли. Вот. Евреи считают, что самое главное зло – это Гитлер. И что даже война приемлема для, как следствие, рекомендации от нацизма в мире войны. И высказывались такие позиции. Поэтому английские, французские и некоторые политические деятели, выступавшие за какой-то компромисс с Германией, они перешли постепенно на позиции антисенитивных, потому что видели в евреях главное препятствие на пути достижения взаимопонимания с Германией. В данном случае они были неправы, потому что, во-первых, не так уж велико было влияние евреев, а во-вторых, Гитлер сам не стремился к никакому взаимопониманию. Вот. Сам ли, правда, еще может быть? Но Францию он, конечно, хотел, как поется в немецкой военной песне, мы Францию победно разопьем. Вот он как раз к этому стремился и, в общем, этого достиг. Хотя всего на несколько лет. Ну, хорошо. Давайте вопросы. Не может быть, чем не было вопросов. Такая дискуссионная, такая острая проблема, причем. Они сказали, смотрите, все выглядят как нормальный человек, и хвостом выводят, и рогом выводят. Так что такие представления тоже существуют. Вот.